Здравствуйте, это канал «Красный Воронеж» и сегодня у нас в интервью Станислав Витевский и Алексей Вахтин. Алексей Вахтин, собственно, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. И, собственно, по вопросам мы начнем про рабочую партию России. В целом расскажите про нее. Ну, рабочая партия России образовалась 4 декабря 1993 года, но у нее был также период борьбы и до этого, начиная с движения Объединенного фронта трудящихся СССР, начиная с 1988 года. В 1991 году это стало РКРП, и в 1993 году это стало как отдельная партия, в то время называлась Российская рабочая-крестьянская партия, тоже с такой же аббревиатурой РКРП. РКРП – это не политическая партия зарегистрированная, а общественное объединение, которое борется за права трудящихся, за установление диктатуры пролетариата. Алексей, есть что добавить? Ну, добавить то, что у нас в рабочей партии России решающим все-таки голосом являются рабочие, обладают решающим голосом другие, кто не является рабочим, это у них совещательный голос, то есть это означает, что они могут помогать, там, объяснять рабочим, что там, их коренные интересы рабочих. Но именно основной голос остается именно за рабочими. Таким образом, получается, идет как раз цель осуществления именно диктатуры пролетариата, чтобы не на словах, а вот уже на деле, в самой партии уже. Вкратце, наверное, те. Ну, наверное, такой вопрос про, собственно, про контрреволюцию в КПСС. Как она происходила, по мнению этой партии, да? Ну, контрреволюция в СССР произошла на 22-м съезде КПСС, это в 61-м году. Из программы партии была изъята диктатура пролетариата, было объявлено общенародное государство. И в дальнейшем, уже в 65-м году, встал курс на рынок в связи с реформой Либермана Косыгина. Да, да, Косыгина Либермана. То есть, до этого был период борьбы в партии, начиная где-то, наверное, с 53-го года, был устранен Бириес. В 57-м году убрали из партии Молотова и так называемую антипартийную группу. После этого Хрущев стал разрушать МТСы, уничтожил артели. И это была как бы подготовительная стадия контрреволюции в СССР. Там еще экономика была изменена, то есть, сталинская экономика была вообще нацелена на то, чтобы было все-таки уменьшение количества затрат, ну а уже там, ну и всестороннее развитие личности. А вот уже хрущевская экономика там уже была нацелена на прибыль. Ну а прибыль как получается у нас? Можем мы даже именно что, не думать о снижении затрат, а наоборот о их увеличении, таким образом уже увеличивать, делать надбавку, там же процентная надбавка шла на продукты производства. И за счет этой надбавки уже получать соответствующую прибыль. Таким образом получается, что был нанесен колоссальный урон еще и в экономике. То есть, собственно, это больше с экономических реформ, да, получается, началось все это и дальше? Нет, это началось с политической как раз-таки реформы. То есть, выкинули положение об диктатуре пролетариата и объявили общенародное государство. А как говорил Энгельс, не бывает общенародных государств, это диктатура буржуазии. А потом уже следствие этого стали менять экономику, вот подготовили в течение буквально четырех лет. И какие ошибки коммунистических партий в классовой борьбе имеются сегодня? Тут именно даже главная ошибка в том, что они не занимаются именно рабочим движением. Они занимаются больше политикой, именно политической борьбой. Буржуазной конкретно политикой. Потому что, кроме этого, они таким образом еще и размагничивают рабочий класс, потому что создают иллюзию, что вот нужно только вот прийти, шел кто-нибудь типа Платошкина там или еще какой-нибудь там лидера к власти, и он тогда уже будет вести вот политику, ту, которая вот угодно там трудящимся. А сами, получается, трудящиеся, они таким образом уже остаются в стороне и просто ждут вот некоторых вот лидеров, так сказать, там, и в таком духе. То есть, какого-то они героя, да, дожидаются, что будет, и за них все решат? То есть, они сами будут организовываться? Да, именно, что просто, ну, как раз это же и получается, что люди-то всегда идут по пути наименьшего сопротивления, и именно, что за счет того, что там они показывают, что вот выберите там меня, или там выберите вот такую-то партию, и вот тогда вот будет уже счастье, они, тем самым, рабочие уже просто, ну, не борются и не ищут выходов именно вот таких, которые, чтобы вот создавать собственную партию, чтобы там именно вот бороться за свои интересы и именно вот отстаивать свои коренные интересы. Ну, я немного добавлю, сейчас идет упор у многих левых, так называемых, политических сил и официально зарегистрированных партий в плане парламентаризма. То есть, основное направление их – это выборы. То есть, они не занимаются организацией рабочего класса низового, то есть, не создают ячейки там на заводах, не обучают рабочий класс теории и практики, то есть, не помогают рабочему классу бороться за свои экономические и политические интересы. То есть, идет упор именно на буржуазное голосование. Вот, как Алексей сказал, основной упор – это вот просто пролезть в либо местную думу, либо там в государственную думу, и все. И как бы на этом борьба заканчивается. То есть, упор идет на парламентаризм и реформизм. То есть, это вот болезнь социал-демократии, а не коммунистического движения. То есть, наверное, получается, что они в государстве в данном случае считают не органом, так скажем, диктатуры буржуазии, а то, что государство над классами, да, наверное, находится тем самым, что вот именно парламент, что именно через парламент можно вот так победить, так скажем. Ну, то есть, да, многие так и говорят, что надо завоевать большинство в парламенте, и тогда мы там сможем, вот приводят пример той же Боливии, других стран Латинской Америки, то, что там вот как бы пришли социалисты к власти через выборы. Хотя на самом деле там они хоть и пришли, но у них нет диктатуры пролетариата, они всю крупную собственность все равно оставляют в руках буржуазии, то есть там главенствует именно монополия. Вот и нас толкают идти по тому же пути. Сейчас, наверное, вот два года назад стало только появляться больше, и вообще стали появляться блогеры, да, которые с повесткой вот именно коммунистической. Какой, наверное, вообще вопрос про блогеров этих, да, которые имеются, и про, собственно, их влияние в качестве пропаганды и агитации, в том числе, да, и на рабочий класс. Ну, то есть, да, блогеров появилось много в данный момент. Они ведут обширную агитацию, но они все равно как бы нацелены не на рабочий класс больше, а больше просто на антикапитализм, что ли. То есть у них нет целевой аудитории конкретной. Они и за рабочих, и за интеллигенцию, и за мелкий бизнес, и за мелкую буржуазию, ну, в общем, и за всех трудящихся. А конкретных вот путей решения они не дают. Они описывают проблему, как все плохо, но не говорят, что нужно делать. Ну, в основном массе, скажем так. Да, я еще могу дополнить то, что именно их цель как таковая – это заработать себе донаты, и поэтому они в основном именно берут аудиторию, берут… Сейчас, кстати, вот такая вот тема коммунистической пропаганды стала актуальной. Ее вот получается, что очень много кто и занимается раскруткой такой вот. Ну, и просто берут то, что самое легкое, такое вот на поверхности лежит, а сама суть вот как раз вот до именно вот действительности глубинного именно вот марксистского учения, они таковы и не опускаются. Вот, и поэтому здесь именно что… Оставаться только вот слушателем вот этих каналов там – это не выход из ситуации. Это просто развлекательный контент. Нужно к этому относиться как к развлекательному. То есть они просто, как это, как развлечение, а именно организацию, да, именно, собственно, за счет этой пропаганды они не агитируют на организацию, да? Ну, организовать они не смогут именно, что… Ну, то есть они только на словах, как бы, к этому призывают, но на деле, как бы, этим в основном не занимаются. Только если там, ну, прям, крупная какая-то, крупная забастовка идет, тогда они начинают ее освещать. Ну, да, и в основном именно цель какая – информация, и все. Просто и за счет информации как раз вот получить себе, ну, вот, немножко там тонантов. Собственно, постоянно всплывает такой вопрос, так как активный, да, можно сказать, один из лидеров Рабочей партии России, да, Попов про Гегеля и про диалектику, что зачем, наверное, почему нужно обязательно прочитать Гегеля, да, и именно вот книгу «Наука логики». Там, может быть, диалектика рассказывается, что вы можете сказать? Ну, я бы сказал, не просто прочитать, а проштудировать надо. И дело в том, что вообще, ну, вот даже Ленин говорил, что нельзя вполне понять капитала Маркса, не проштудировав всей науки логики Гегеля. И это не значит, что нельзя понять, а нельзя именно вполне понять. И здесь имеется в виду то, что действительно, когда вот прочитав науку логики Гегеля и начинаешь уже читать этот капитал Маркса, вот мы именно вот со Стасом так и что делаем сейчас у Маркса капитал, и там именно вот как раз вот эти категории, которые использовал Гегель, они тоже фигурируют, и тоже видно вот этот переход и движение, потому что наука логики Гегеля – это именно что, вот, книга вся. Там просто идет именно процесс движения. И вот сама вот эта мысль, почему именно проштудировать это можно, просто можно как раз увидеть этот процесс движения простого к сложному и как он происходит. И таким образом как раз вот и мозг начинает уже мыслить вот именно такое-то, по вот этой науке логики. И таким образом можно увидеть эти движения в капитале Маркса, и при этом еще увидеть что-то действительно существенное, а что именно несущественное, то есть это то, что находится в периоде времени, того времени или в периоде нынешнего времени. А сама сущность уже видна и которая со временем именно что-то остается постоянной. Почему рабочая партия России делает упор на создание профсоюзов и на коллективные договора? Ну то есть это должно объединять рабочий профсоюз, это и есть объединение по одной профессии. То есть как он создается? Он создается конкретно на заводе, на фабрике, на шахте, на другом предприятии, когда коллектив объединяется для борьбы за свои экономические интересы. То есть в профсоюзе могут бороться даже не только коммунисты, могут бороться и рабочие с другими политическими представлениями, скажем так. То есть основная работа профсоюза – это борьба за свои экономические интересы. Но в дальнейшем, если в профсоюзе будут стоять коммунисты, они должны носить свою повестку туда, то есть коммунистическую. И уже борьба должна переходить от чисто экономических интересов к выдвижению политических интересов. Почему именно коллективный договор? Потому что он улучшает положение сотрудников и конкретно рабочих на этом предприятии. Он не может быть хуже, чем трудовое законодательство. Он может только улучшить положение. Также борьба за коллективный договор – это выдвижение своих требований. Это способствует конкретно борьбе рабочих за свои интересы. То есть это сплочает коллектив, они знают, за что они борются. И это одна из законных форм, как можно организовать трудовой спор и в дальнейшем с выходом на забастовку. А во время забастовки, если их будет много, то можно создавать забасткомы и за счет этого создавать уже советы. В принципе-то тут уже все сказано. Хотя единственное, что я хочу сказать, что, конечно, профсоюзы беспартийные все равно не бывают. Рано или поздно их все равно или буржуазная власть под свое влияние берет. Так же, как у нас разные профсоюзные организации, они все равно остаются под шапкой работодателей. И поэтому как раз именно рабочие, когда организовывается профсоюз, они все равно потом должны будут в коммунистической партии объединяться. То есть, ну, быть под егидой коммунистической партии, которая цель именно объединять вот эти профсоюзы, как раз то, что Стас и сказал, в запаскомы и в дальнейшем уже в советы. Что можете сказать об буржуазной пропаганде и как они обманывают пролетариата сегодня? Ну, буржуазная пропаганда сейчас везде на каждом шагу начинает, телевизор, а заканчивая бигбордами на улицах. Цель буржуазной пропаганды как раз таки обмануть пролетариат, сказать, что борьба нам не нужна, что мы одно целое, мы не должны бороться. То, что буржуазия и так за нас все порешает нам, улучшит жизнь, рабочий класс должен только работать для этого. Ну, вообще у нас именно буржуазная пропаганда как таковая, она безгранична, тем более, что сейчас и в нее средства массовой информации. Из-за чего, когда, опять же, в 17-м году была захвачена, революция была совершена и захватили именно почту, телеграф и средства массовой информации. Ну, и, опять же, когда контрреволюция была, тоже были запрещены многие экологистические газеты, потому что это как раз борьба за пропаганду. И поэтому, конечно, у нее идет безграничная, и она, конечно, будет в некотором случае побеждать, но, с другой стороны, именно, что в наше время тоже задача, мы же все-таки распространяем газеты, распространяем свою пропаганду, но все равно таким образом воспрепятствовать, да, там, сделать уже обратный процесс. Ну, то есть, да, это один из моментов классовой борьбы, это идеологическая борьба, и, как бы, буржуазия, и пока что ведет ее гораздо лучше, чем мы, потому что у них больше для этого ресурсов, денег, газет, телевидение. То есть у них просто все средства массовой информации у них. Да, то есть даже в, там, например, в Чехословакии, когда была попытка контрреволюции в 68-м году, антикоммунисты, антисоветчики прорвались именно в идеологический аппарат и вели работу там. Ну, так же, как и у нас в Советском Союзе, это было и в 60-е, и в конце 80-х годов, там, тот же, там, Суслов, либо Яковлев, они это вот вели через идеологическую борьбу, разрушение социализма. Ну, здесь еще следует сказать, что именно, что вот пока идет вот власть и находится буржуазия, правящий класс, вот они именно, что действительно могут распространять массовую пропаганду, но и именно, что вот из пролетариата, вот именно Вангард, он в основном уже не поддается вот этой пропаганде, он уже осведомленный, ну, вот именно Вангард, это самый лучший, то есть вот именно те, кто борется за другой мир, за вот как раз изменение этого мира. А когда уже будет взята власть рабочими, то тогда уже, конечно, буржуазная пропаганда, она просто будет уничтожена, уже будет другая пропаганда, и уже будет совершенно уже по-иному. Поэтому вот, кстати, когда я раздавал газету, тоже один рабочий говорил, что газеты у вас хорошие, но вот у нас вот люди, они вот не очень хорошие работают на заводе. То есть именно имеем в виду то, что вот сейчас вот этот индивидуализм, вот этот эгоизм, вот он именно, что это что, это результат именно в разной пропаганде. Это не потому, что люди плохие, а потому что именно они вот дурачены вот этим, средством массовой информации, и вот как раз, и при этом еще некоторые бывают так, что, ну, могут приукрасить там что-то, там, сказать, что они гораздо лучше, там, более успешные, там, более богатые, чем они на самом деле, там, и так далее. Это все именно результат вот этой буржуазной пропаганды. Ну, то есть она проявляется не только в СМИ, но и там в искусстве, там, в кино, даже в мультфильмах. Я вот с ребенком смотрю детские мультфильмы, там уже напичкана эта вот пропаганда индивидуализма, предпринимательства и чего угодно. То есть это мультик, который рассчитан на детей, то есть это уже вот с самого детского возраста прививается. Ну, это такое, как бы, всех сделать поодиночке, да, так как, каждый все частное, так скажем, и все, и все должны быть разделены, как бы, по этим вещам. Вот это вот, да, наверное. Также, как, наверное, и блогеры, два года назад активно стали тоже появляться марксистские кружки. В том числе, даже, наверное, в Воронеже у нас, по-моему, да тут. Да, есть тот кружок. Вот, что можете про марксистские кружки сказать, плюс и минус, и вообще описать, что тут происходит? Ну, марксистские кружки стали организовываться, потому что сейчас, как бы, марксизм стал популярен. Да, люди стали им интересоваться, читать книги, изучать этот вопрос. Это, как бы, положительно. Они собираются там периодически, что-то читают, изучают, но в кружках нет, как таковой, дисциплины. Люди приходят, ну, допустим, 20 человек пришло, из них там подготовлено, ну, человек, может, там, 3-5, которые действительно готовили там материал, готовили доклады. Остальные просто приходят послушать. То есть, и никто никого, как бы, не заставляет что-то делать. Также нету никакой практической работы в основном. Я не знаю, просто как вот в других городах Воронежа, вот знаю точно, что практической деятельностью не занимаются. Также есть минус, то, что в кружках нету действительно специалистов, которые хорошо знают марксизм и, собственно, ленинизм. То есть, приходят неподготовленные люди, обсуждают что-то, могут в чем-то ошибаться. Поэтому тут тоже считаю это как минус. Есть, вот, например, Красный университет, мы с Алексеем проходили обучение в нем. Там ведут занятия подготовленные специалисты, которые имеют кандидатские и докторские степени в области экономики, философии, технических наук даже, медицинских. То есть, эти специалисты, они знают, как бы, теорию на достаточном уровне. Они могут проверить, хорошо ли ты знаешь теорию, указать тебе на твои ошибки, чтобы в дальнейшем ты мог их исправить. Также, в чем отличие, то, что ты не просто послушал лекцию и на этом все, а ты сдаешь ответы на вопросы к данной лекции. И также, кроме лекции, нужно прочитать некоторые работы. То есть, одних лекций недостаточно, нужно изучать также и классиков. Ну, единственное, что еще сказать, это то, что, опять же, те же кружки, это вот как вот раньше были, вот там, изба читальная, да, там, которые собирались люди почитать, обсудить там что-то. Ну, и здесь то же самое. Ну, опять же, вот, да, Стас прав, что бывает так, что туда приходят люди, при этом, которые даже не прочитали, а просто вот посидеть, послушать там. Ну, и, как бы, вот, никто их не возбраняется, да, там, потому что, как бы, это все-таки нет обязательства такого, что каждый должен, там, выучить это все. Ну, и, действительно, именно проблема в том, что сейчас, как раз, с подготовленными кадрами, действительно, их очень мало, которые, вот, и, вот, опять же, вот, Красный университет, это все-таки, по-моему, единственное, которое, все-таки, с сильными преподавателями, которые, действительно, вот, могут скорректировать, то есть, там, ошибки указать какие-то, если имеются, и так далее. То есть, Красный университет, это, получается, люди с такой, с репутацией уже, да, и плюс у них уже не первый год, да, вроде как? Ну, с 2012 года, как бы, лекции эти читаются, каждый год, конечно, они не совсем одинаковые темы, обычно похожие, но не всегда бывают и новые лекции, новые темы. Ну, то есть, да, уже, сколько это, получается, 9 лет курсы эти проходят. Ну, так, ну, кстати, университет Красный, он с 2012 года, но там именно преподаватели, которые уже этой темой, которую они ведут, они очень много лет занимаются. Ну, может, там, за исключением некоторых, там, вот, сейчас молодых преподавателей, которые пришли, но, опять же, эти молодые преподаватели, они прошли обучение, подготовку именно у опытных специалистов, там, опытных преподавателей. Ну, и также они являются преподавателями, там, других специальностей, у себя вузах, то есть, у них есть образование для того, чтобы читать лекции. Ну, а про кружки, получается, они тоже, да, то есть, собираются, в большинстве, может быть, как, тоже для развлечения, так же, как, наверное, с блогерами. То есть, они, у них нет конкретно поставленной цели, потому что, какого-то маленького, какого-то, ну, неустал, можно назвать, какой-то дисциплины, да, цели, куда они идут, то есть, конец какой должен быть обучение, да, наверное, какие-то выводы, и будут ли они организовывать что-то, для чего вообще нужен этот кружок, так получается, да? Ну, да, и при этом иногда бывает так, что люди приходят туда с разными целями, действительно, кто-то просто почитать, кто-то, может быть, все-таки, действительно, заняться вот этой борьбой. Ну, просто именно, что вопрос, с чего начать, кружки, они не отвечают. Ну, то есть, да, если в 19 веке чем были полезны кружки, то есть, у нас было в основном неграмотное население, которое даже не могло ни читать, ни писать, на этих кружках, там, рабочих и крестьян обучали элементарной хотя бы грамоте, то сейчас проблем с этим нету. Также в те времена была запрещена в основном марксистская литература, была только там часть ее легальной, трудно было найти книги, то есть, приходили на кружки, доставали эту литературу, сейчас с этим проблем нету, сейчас эта литература издается даже в нынешней капиталистической России, эта литература издается, есть и Маркс, и Энгельс, и Ленин, они как бы есть и в библиотеках, и в книжных магазинах издаются, при том, достаточно даже хорошим по нынешним меркам у них тираж. То есть, с этим проблем нету. Ну, также есть и в электронном виде достаточное количество книг, то есть, доставай эту литературу, сейчас проблем как бы нету. Бери, дочитай. Насколько я знаю, даже какая-то вот электронная книга, забыл, ну, в общем, они там, получается, есть у них платный контент, а есть бесплатный, и бесплатный, так же вот у них есть в доступе Маркс. Литератис? Да, Литератис. Собственно, какие лозунги на данный момент должны быть? То есть, чему партия, да, рабочая партия России на данный момент лозунга? Ну, основные это объединение рабочих, это самый знаменитый лозунг всех коммунистов, наверное, это пролетарии всех стран, соединяйтесь. Также актуальный лозунг – это борьба за 60-часовой рабочий день, так как сейчас рабочие работают примерно час на себя и семь часов на капиталиста. Ну, а в дальнейшем будет, опять-таки, актуальный лозунг, после того, как рабочие начнут объединяться, это все в вас советом. Ну, здесь получается, что, например, к 1917 году, когда шло вот это революционное движение, там именно вот все-таки рабочее движение, оно существовало. И задачей коммуниста было его объединить, вот эти все бунты, которые были, чтобы они были организованными, именно вот, забастовки, и объединить именно с марксистским движением, чтобы они вот как раз привели к революции, а не просто к погрому, как существовало это еще до коммунистического, до большевиков. А сейчас именно, что все-таки задача, наша вот задача, это именно вот все-таки поднять вот это рабочее движение, потому что рабочие сейчас, они все-таки разъединены, они пассивны, и поэтому вот как раз, как их поднять? Вот поднять именно ближайшие задачи, задачи именно создания прогрессивного коллективного договора, создания именно улучшения условий их труда, увеличения зарплаты, уменьшения вот опять же рабочего дня, то есть 6-часовой рабочий день. И как раз на фоне этой борьбы уже в дальнейшем возможно дальше соединение как раз этого рабочего движения, которое поднимется уже с марксизмом. Ну, то есть да, в период Ленина это рабочее движение было, и оно скатывалось конкретно в экономизм, о чем там Ленин писал в той же работе, что дело, что рабочие не могут сами выработать социал-демократическое мышление, ну, то есть коммунистическое... То есть идеология вырабатывается прогрессивными, буржуазными интеллигентами. А сейчас, к сожалению, рабочее движение, конечно, за последние где-то года 3-4 стало подниматься, но на недостаточном уровне, если вот сравнивать, ну, наверное, на уровне 1800, наверное, где-то 90-го года сейчас рабочее движение в России. То есть это можно корректно сравнить. В январе были митинги Навального, да, организованные, да, 23-го, там, 30-го числа. Что можете сказать вот именно по этим митингам? Ну, эти митинги, опять-таки, организовала буржуазия, то есть Навальный, он выступает за интересы буржуазии, при том за интересы иностранной буржуазии, его политические задачи не изменить политический строй в России, а также оставить капитализму, оставить все те же либеральные ценности, просто сменить, как бы, лица в государстве вместо, там, того, Путина, поставить, самословно, хорошего Навального. А так, он также обманывает, как бы, народ, всех трудящихся. Его целевая аудитория больше рассчитана на молодежь, в основном на школьников и студентов, которые его поддерживают, которые не сталкивались еще, наверное, даже с проблемами на работе. То есть они еще не почувствовали того, той эксплуатации, того угнетения на работе, которое несет за собой капитализм. Они считают то, что стоит сменить плохого лидера на хорошего, и жизнь у нас наладится. Ну, если почитать ту же там программу Навального, он выступает за все то же самое, что и проводит жизнь наше правительство, наша буржуазия. То есть он также выступал и за пенсионную реформу, и за налоги. Ну, в принципе, его программа мало чем отличается от программы ту же Единой России. Про, наверное, вопрос по созданию Советов сегодня. Или это рано, наверное, еще говорить об этом? Ну, в данный момент рано, но мы должны быть нацелены на это. В данный момент нам нужно хотя бы объединить рабочих в те же правсоюзы, о чем мы сказали, и когда уже появятся забасткомы, когда забастовки будут не на одном предприятии, хотя бы на нескольких в одном городе, то тогда эти забасткомы могут объединиться в Совет, и уже договариваться не каждый забастком со своим капиталистом, а все со всеми, как это было, например, в Иваново-Вознесенске в 1905 году. То есть рабочие разных предприятий объединились все вместе и поняли, что надо бороться не с конкретным хозяином, а со всей буржуазией, со всем классом. И то есть они взяли контроль в свои руки и стали как бы альтернативной власти. То есть даже сейчас по нашему трудовому законодательству забастком может вводить рабочий контроль на предприятии. То есть он отвечает за материальные ценности во время забастовки, то есть чтобы, например, станки не пострадали, оборудование, здание и так далее. То есть это возможно даже сейчас. То есть рабочие объединятся, даже там создают свои дружины и смогут тогда выдвигать уже от каждого предприятия в советы своих представителей. И также они могут их оттуда отозвать. В чем, например, отличие советов от буржуазного парламента, буржуазной власти. То есть есть право отзыва своих представителей, своих депутатов. Там, наверное, еще в советах ограничения для эксплуатирующих классов, наверное. Ну, да. Даже как одно из отличий. Да, то есть в советы могут попасть в основном рабочие, но они также могут выдвигать не только рабочих, они могут выдвинуть и интеллигента. Что, например, даже вот было, есть фильм «Депутат Балтики», он о Тимирязеве. То есть совет выдвинул не рабочего, а интеллигента, которому они доверяют. Но все равно борьба идет именно на предприятии, на заводе и выдвигает рабочий коллектив. То же самое было вот в СССР до 1936 года. Такой же опыт был повторен в 90-м году, если я не ошибаюсь. Вот, например, Михаил Васильевич Попов выдвигался от нескольких предприятий в Ленинграде по именно заводскому принципу, а не территориальному. То есть выбирали кандидата рабочие. То есть там вообще ориентируется партия больше на промышленных рабочих, непосредственно на заводе, то есть так далее? Да. То есть так же, как Ленин указывал, притом в нескольких даже работах, сейчас которую вспомню, задача социал-демократической партии, по-моему, называется. Ну, в общем, он там это показывал, то, что рабочие, конкретно городские, фабрично-заводские рабочие, это вот тот класс, который самоорганизованный, на который стоит опираться, который лучше всего воспринимает социал-демократическую агитацию и пропаганду. Ну, и так же уже в дальнейших работах, в том же Великом Бочине, он показывал, что диктатуру пролетариата могут осуществлять именно городские, фабрично-заводские рабочие, которые поведут за собой уже всех трудящихся. Получается, там тоже, наверное, по Марксу Ленин, что писал, что именно они при капитализме создают прибавочную стоимость, которую капиталист отнимает, и из-за этого, да, получается, что… Да, это самый прогрессивный класс, который и создает всю стоимость, все, ну, в данный момент товары, а так все продукты, которыми его пользуются, да, материальные влага. Там еще и условия, просто условия у рабочего такие, что он именно что-то объединяется, вот и при этом это промышленный рабочий, потому что если взять сельского рабочего, то там получается, что в основном они все работают в одиночку, потому что условия уже сейчас такие, это вот до того, как было до механизации, наоборот, сельские рабочие объединялись для того, чтобы, ну, выбирать там урожай, а сейчас уже в основном даже один человек справляется с машинами, механизмами, там, ну, пять человек максимум. А вот именно промышленности там же объединяются тысячи рабочих. Ну, то есть, да, на крупных заводах, там, вот, пример, конкретно по Воронежу, тот же там ВАСО, механический завод, мостозавод, вот, это крупные предприятия, на которых сосредоточено большое количество рабочих, то есть, там больше тысячи рабочих на одном предприятии. На каждом заводе, конечно, там по-разному, ну, то есть, это вот крупная промышленность. То есть, они просто производственные, наверное, более объединены и дисциплинированы, да? Ну, да, я вот, например, работал на мостозаводе, да, то есть, там, вот, в цеху одновременно работают, ну, человек пятьдесят, наверное. Они, да, действительно дисциплинированы, потому что, все-таки, ну, можно, конечно, как не везде сказать, но вообще именно, что нормальное, успешное производство, оно должно обеспечивать именно эту дисциплину, чтобы ни минуты лишнего времени, там, никаких опозданий, там, ну, и такие вот условия должны быть, чтобы не было, там, простоев в производстве, потому что, ну, требуется именно производство высокими темпами. Ну, это да, так же. Исторический, именно капитализм создает такие условия. Как по манифесту своего магейщика сам выращивал. Ну, да, как бы. Следующий, наверное, будет вопрос про, почему, наверное, решающие голоса, да, в партии именно за рабочими? Наверное, продолжение то, что мы, наверное, говорили сейчас. Ну, согласно уставу Рабочей партии России, 15-му пункту, то есть, при любом голосовании должно быть большинство рабочих. То есть, как пример, вот на собрание пришло, там, 20 человек, из них 10 рабочих, и эти 10 рабочих могут выбрать себе 9 нерабочих, которые будут вместе с ними голосовать. То есть, голосуют не только рабочие, но и нерабочие, но приоритет отдается конкретно рабочим. Их должно быть большинство. То есть, а почему это так? То есть, это и есть самый прогрессивный класс, который должен осуществлять диктатуру пролетариата, и вот он должен принимать все основные решения. То есть, это должны быть решения не интеллигенции, не мелкой буржуазии, а именно рабочих. Ну, еще все-таки следует иметь в виду, что это не значит, что если рабочий, то значит, что он будет принимать верные решения. Конечно, это еще именно зависит от того, как рабочий очистит свою голову от буржуазных, разных мировоззрений, это его именно политической уже грамотности. И поэтому именно задача интеллигентов и Красного университета именно все-таки реализовать это. И вот в партии как раз все-таки бывает так, что очищается партия и от нерабочих, и от рабочих, которые именно что не прошли вот свою вот эту идеологическую... Не побороли свою мелкую буржуазность. Да, не преодолели этот метод буржуазности и не стали свой идеологический рост. То есть, как Ленин даже отмечал в детской болезни левизны, где он там приводил определение диктатуры пролетариата, это если вот не брать ту часть, которую обычно вот все приводят, а взять чуть ниже, он там пишет, то есть капиталистов и буржуазию крупную разогнать, больших проблем нет у пролетариата, они ее могут выгнать, но вот что делать с мелкобуржуазией и с мелкобуржуазным сознанием, вот с ним нам придется бороться очень долго и упорно. То есть, мелкобуржуазным сознанием заражены и рабочие, поэтому с ним приходится бороться, плод до построения полного коммунизма. Да, и при этом еще, кстати, почему именно большинство рабочих там, и потому что бывает так, что рабочие, во-первых, одни же в основном все более заняты, чем другие, и бывает, что после смены им тяжело прийти на собрание, и бывает так, что приходит мало рабочих, а вот опять же тех же интеллигентов приходит большинство. И поэтому для того, чтобы не было вот этого перевеса влияния именно вот интеллигентов, а все-таки рабочих было влияние, вот как раз и в этом уставе это все и прописано. И это подстраховывает от таких ситуаций, когда рабочий не всегда может прийти, не всегда проголосовать там и выдвинуть именно свою волю, свои решения. Ну, то есть, да, даже Ленин там в своих работах показывал, что там в тот же ЦК надо выдвинуть там лучше больше рабочих, там 100 рабочих, чем интеллигентов. То есть, в программе РКПБ не было такого пункта, но все равно они старались вводить больше рабочих в свои органы, там в ЦК, например, на собрание. Ну, как бы в этом плане пошли немножко дальше. Мы закрепили это вот положение за рабочими в своем уставе. Про, собственно, численность партии, да? Ну, и конкретно в Воронеже, и есть ли рост, какие-то изменения, качественные изменения? Ну, в Воронеже нас сейчас 4 человека, численный рост у нас был в 2019 году, после этого мы вот так вот пока что четвером, но пытаемся привлечь рабочих, ну, также и нерабочих. А в общем, если по партии, то численность у нас где-то в районе 20-20-30 человек, по-моему, было на последнем съезде. Ну, точную численность я сейчас назвать не могу, потому что у нас каждое собрание то кого-то исключают, то кого-то принимают. Ну, могу сказать про качественные изменения. За последние полгода в партию стали вступать больше рабочих, чем нерабочих. То есть численность рабочих в партии растет. Еще там в Ростове ячейка образовалась на предприятии. Как на Ростельмаж? На Ростельмаж, да. То есть это уже качественное. А в Тюмени, да, там тоже что-то? Нет, в Тюмени там у нас несколько профсоюзов этих самых... А, профсоюзы организованы. Как его, транспортный профсоюз, металлургический профсоюз. Вот профсоюз металлургический вошел в Федерацию профсоюзов России. У них там численность что-то там было 100 человек. Сейчас уже, наверное, даже поболее. Ну и тоже вот, кстати... По крайней мере, это профсоюз, на который мы все-таки имеем влияние, да? Ну да, то есть, притом это уже такой достаточно крупный профсоюз. А в Воронеже, получается, только 4 человека, да, пока? Ну, пока, на данный момент, да. А на вот кружок еще, да, ведете тоже, или обучение, как назвать, приходят новые люди? Ну, изначально, пока мы шли по программе Красного университета, да, люди приходили, изучали. Но когда мы стали изучать уже более конкретно, более сложную тему, вот сейчас мы заканчиваем изучение первого тома капитала, будем переходить к дальнейшему томам капитала, то уже такую сложную литературу далеко не все тянут. То есть, обычно приходит, ну, там, 3-4 человека. Да, они в тот прошлый раз тоже все равно нерегулярно ходили, то есть там видно, что кто-то смог, кто-то не смог по каким-то причинам. Опять-таки, это вот та же проблема кружков, о чем мы говорили до этого. И такой же опыт есть не только в Воронеже. Я вот общался там с товарищами в других городах, и из партии, и из беспартийных, которые пробовали там организовывать кружки или участвовать в кружках. К сожалению, оно примерно везде так же. То есть, сначала там приходит много людей, но когда начинают изучать, то часть людей просто отваливается. С того, что, опять-таки, они там не читают это, не изучают материал, не готовятся, они считают это действительно каким-то развлечением, хобби. Как-то так. Не видят, да, что дальше продолжать какие-то действия, самим изучать, чтобы там пропагандистами, да, становиться этим организатором. То есть, таких людей пока не находится, да, в таком количестве. Ну, видимо, может быть, они не ставят себе целью становиться пропагандистами. Ну, то есть, да, чтобы вести там даже тоже там экономическую и политическую борьбу, нужно быть и идеологически грамотным. Нужно знать теорию, ты должен знать, куда вести, зачем вести, какими методами вести. То есть, для этого нужно изучать теорию, как марксистскую, там, ленинистскую, так и практику, там, профсоюзов, профсоюзной борьбы. Да, еще и кроме того, все-таки, вот, и учитывая, что сейчас это стало модно, вот это левое движение, все-таки лучше всего изучать вот источники сами, то есть Маркса, Ленина, для того, чтобы не оказаться на удочке у каких-то пропагандистов, у которых манипуляторов, которые уже могут обмануть просто, и дав приманку, вот именно такую, с левым уклоном, и столкнуть куда-нибудь вплоть даже до каких-нибудь там экстремистских рук, которых тоже бывает вот как раз, всякий шум поднимает, что кого-то там где-то нарисовали, а потом оказывается, что просто именно вышли вот на митинг, по подобию таких, которые Навальный делает, ну и все, получили, конечно, дубинкой по голове там. А больше составляют именно, наверное, интеллигенцию. Ну да, больше интеллигенции. Да, больше интеллигенции. Больше интеллигенции, а студенчества даже. Наверное, просто классное сознание, да, еще, если нет у рабочих, а интеллигенция тоже как бы в каком-то плане мелкобуржуазма, таким мышлением. Да, нам нужны новые бабушки, наверное. Ну, я думаю, мы можем заканчивать. Спасибо за интервью, Станислав и Алексей. Спасибо тебе. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok